Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У них разные национальные корни, разный материальный достаток, но их объединяет то, что они родились в несуществующей ныне империи под названием СССР. Девушки отдыхают Заставил повзрослеть каждого из них намного быстрее Девушки отдыхают И уж совсем невероятным сегодня кажется, что мы начали этот проект в 89-м году Мы сняли 27-летних детей в разных концах тогда еще одной для них родины. Сейчас принято вспоминать величие той страны, бесплатное образование, заботу государства о человеке. Но было уже и другое. По всей периферии шли национальные конфликты. И даже на Красной площади стояли палатки беженцев. А также все магазины были особенными. В один из них мы зашли с Димой в обычный советский день. Дима был октябренком и понимал все правильно. Кто значит эта звездочка? Значит помощник Владимира Ильича Ленина. А в чем? Ну помощник Владимира Ильича Ленина. Ну что ты помогаешь ему? В чем? Нам не говорили. Через 7 лет он и страна радикально изменились. Мы все вместе ездим в клубы, в разные мероприятия, там рэперские фестивали, разные стритболы. Мне кажется, что музыка рэп это не для богатых. Передо мной открытые все улицы Москвы. Я смотрю на ту, в Москву, что с ней стало, сколько мусора. Посмотрите на нее, сколько мусора. Дима родился и вырос в обычном районе Москвы, где рэп и стритбол в то время были своеобразной религией. На большую свалку, свалку, мусора. Из того прошлого в новой жизни у Димы остались только баскетбол, место проживания, ну и характер победителя. А вот эти все пустые магазины, ты их что-то помнишь? Не, не, не. То есть уже все это... Все накладки уже в память. Уже все совсем по-другому, очень много времени прошло. Этого я не помню. Семь лет – это огромный промежуток для любого человека. А чем ты занимался все это время? Учился в училище. На кого ты учился? Учился я на повара. Потом работал в этой сфере. Когда я уходил в армию, я весил 83 килограмма. Так что неделя теории, неделя практики давал о себе знать, в принципе. Вот. Ты в армию, естественно, пошел поваром. Нет. Вот в армию я не хотел идти поваром. Категорически вообще просто. Когда я шел в армию, я как-то, не знаю, романтик играл. Я какого-то был другого парня, я считаю. Я попросился, можно даже так сказать. Куда? ВДВ. Что это такое? Это наколка за ВДВ. И что она обозначает? Покажи вот так вот. Ну, это и обозначает. Есть такая даже песня «Спасибо тебе, маму», что я буду на ВДВ. Почему ты не косил от армии? Никто не хочет идти в армию, тоже будет защищать, не знаю, нас. Понимаю там то, что, может быть, не так все хорошо, как хотелось бы. Ну, что делать? Мы же ребята. Говорят, что мы там деревянные, оловянные, как угодно. Бьем бутылки об голову, ломаем штакеты всякие. Ну, это устрашает в какой-то степени даже психологию человека. Бутылки об голову я бил. Ничего больше. Ты делаешь резко и без, то есть, можешь полоснуть себя очень хорошо. Настолько случаев был. Ну, как бы об этом ни задумываешься, на самом деле, как ты это будешь делать. Ты это делаешь и все. Не охота мне вообще драться. Ни с кем. Только с фашистами прям. Когда ты уже летишь в самолете, когда открывается рампа, такой свист просто, перепад давлений, там, все это видишь. Так вот, хочешь не хочешь, все равно, естественно, самостоятельность есть у любого человека. Вот, ты смотришь низко, так вот, выглядываешь, все это видишь. Такого страха я не испытывал за всю свою жизнь, на самом деле. Ты летишь в 30-40 метров в секунду. Это необыкновенная тишина. Ты просто такой слышишь скрип, там, может, строп где-то. Вот. А так просто такой тишины, я... Ну, такой нет тишины нигде, как на небе. Я полечу на уму. Или скафандр. Все так. Вот что я хочу. Еще космонавскую еду, чтобы там... Ты много еды захватишь с собой? Ну, так, чтобы на весь космос схватило. Смотри, сколько буду летать. Космос остался мечтой. Взрослый мир оказался гораздо прозаичнее. Ты выбрал такую профессию, почему? Ну, как бы так сложилось здесь, то, что искал я работу, чтобы содержать себя, помогать родителям, естественно. Пошел. Я просто тебя обниму. Ты не будешь работать. Я выбрал пока для себя такой путь. А дальше видно будет. Стараюсь работать побольше, чтобы платить себе за учебу, потому что учиться мне надо. У меня есть огромное желание. Вот у меня факультет, менеджмент организации, факультет управления. Вот, ну, придется там перебиваться, конечно. Соблазн очень большой везде. У меня там молодой, мне это все хочется постоянно. Вот. В 14 семья Димы своеобразно решала материальные проблемы. Взяли курочку для деревни. Петушок. Курочка. Яйцо снесла уже, смотрите. Яйцо. Яйцо снесла. Хоть большое яйцо. Так в его дом вошли новые реалии жизни. Держи, не замечаем, подышать. Пальто замерзли, болит голова. Нервы на пределе. А так всегда. Надо забить косяк. Стопы. Так. Всегда и в нем не добиваем косяк. Во-первых, мы не штурмовики. Нам никого захватывать не надо. То есть мы всегда стреляем вторыми. А это уже реалии современной жизни. Извлекать оружие из кобуры. При этом смещаемся с линии атаки. То есть если я вижу, что на меня угрожает пистолет. Моя задача, да? Хотя в 14 Дима уже сталкивался с оружием. Вот, например, идет рэпер. На него, например, наезжает скин. И выходят наши деды. С ними разговаривают. И там, когда девчонка крикнула, там что-то звездного. Там, то, что не трогать его. И на нее сразу пушку поставили. Говорит, если что-нибудь еще скажешь, я тебя там пристрелю. Допустим, представь себе, что ты террорист. Ты начинаешь стрелять. И тут в тебя начинаешь стрелять. И тут начинаешь прятаться. Поехали. Раз. Ушел с линии атаки. Два. Что скины хотят вообще? Они хотят поставить всех евреев, всех негров к стене и просто-напросто уничтожить. Они не хотят, чтобы они были негры и евреи вообще. Но и вообще они больше всего не хотят, чтобы они были именно в России. Скажи, а ты как относишься? Я отношусь к этому плохо, потому что в каждой расе есть хорошие и плохие люди. Нынешняя профессия дала Диме право на ответный выстрел. Не дай бог ему воспользоваться этим. Теперь я уже знаю, что надо сдать свой ствол на миссин на мрази и начать разговор. Разговор, да. Который не ждет. Йоу, чайки сэоу. Чайка ряу, йоу. В 89-м году вся страна обсуждала ошибки Горбачева. Дима тоже имел свое мнение. В среднем было лучше. Они там все сидели, все хорошо ели. В сожалению, на них все. Раз, а здесь красноармейцев нету. Сейчас не полагается ходить с винтовками, штыками. Они раз их пулями и все. Сейчас в России никакой политики. Только бизнес. Который у нас в стране надо хорошо охранять. В утром примерно 5 утра я ходил по улице, как ты и я. Перехожу я переулок, за ним другой. Перехожу второй, а там стоят два чувака. Одеты как мусора, они ко мне подходят. Первый, второму. Вас понял. Я мечтал быть футболистом всю свою жизнь. Вот, как бы, можно сказать, к этому почти дошел. Я стал играть. И думаю, ну, неплохо. За двумя зайцами, кажется, не угонишься. Вроде надо было тренировка. Хотя тренировки были раны, учеба. И как-то для себя надо было сделать выбор. Вот. И, конечно, там, я посоветовался, поговорил. И все-таки я стал учиться. Мало ли что, как. Но если у меня будет маленький мальчик, обязательно ему отдам 7 лет в футбол. Спорт и балет – символы советского благополучия. Может, поэтому мы начали снимать Таню на экзаменах в балетную школу Ленинграда. Теперь Ленинград стал Петербургом. А маленькая девочка превратилась в обаятельного эксперта по женским вопросам. Женщина. Это личность сейчас. Уже в 7 лет личности у нее было хоть отбавляя. Ну, а в 14 она уже точно знала, как надо жить. Теперь ей 21. Я учусь, я получаю образование, я работаю. То есть я от себя завишу. То есть я буду уже, если встречаться с мужчиной, то у меня будет все стоить. Если мы разойдемся, то я не останусь на улице или еще что-то в этом роде. Но Таня не обделена вниманием. Алло. Привет. И у нее есть свои маленькие хитрости. Как будто ты меньше внимания уделяешь мужчине, хотя сама сидишь дома, у телефона схватившись за телефон и ждешь, когда же все-таки позвонит. А когда позвонит, сказать, а, да, ну, не знаю, даже я сегодня, в принципе, не хотела никуда идти. Ну, что-нибудь такое, в таком плане. Детское увлечение балетом скоро закончилось. Но на это были объективные причины. Я просто не подходила по параметрам. Там надо было быть для определенного роста, определенную фигуру, определенный рост надо было быть. Сейчас есть идеал женщины. Она должна быть так, вот какие-то параметры должна быть. Если она не такая, уже мужчина будет думать, вот как скажут другие, вот мне лучше появиться вот с такой дамой. Параметры какие? Ну, как известно, надо 90-60-90, чтобы она была яркая. И вот не важно, что у нее внутри. Ой, кайф. Главное, применение найти. Супер, супер. Пока ты маленький, взрослая жизнь выглядит довольно скучно. Взрослый должен работать. А детям пошел в детский сад, там можно играть, можно заниматься. И можно, и мамы могут игрушки покупать. А вот взрослым уже игрушки не нужны. Им нужны только кастрюли до сковородки. Поскольку я знаю, что у меня есть мама, я еще вот маленький ребенок как бы, и вот я могу на что-то уже так, ну ладно, там маму попросить, а вот она уже ей, в принципе, не так вот на себя так полагаться. В каких-то вопросах. Значит, период, когда кастрюли, сковородки еще не пришел. Как это все пришло? Но все равно очень приятно себя чувствовать каким-то малышом еще. Не знаю. Ну, хороша, хороша. Кто мог предположить, что ее любимый город так быстро преобразится? Что Таня будет работать в ультрасовременном спортивном магазине? Учиться на менеджера туристической фирмы, а по вечерам рассекать с подругами по Питеру на БМВ. Но своего Бумера у нее пока нет. И средства передвижения гораздо скромнее. На этом я катаюсь. Таня и ее подруга Ира выросли в типовом советском районе. Да. У нас такого никогда не будут продавать. Обижают нас тем, что показывают. Несъедобные пока. Ну, для начала первое такое, то, что я, моя мечта, к чему я стремлюсь, это купить, наверное, себе машину. Да. И желательно, чтобы это было БМВ. Мне так нравится. Не знаю, я уже посидела за рулем. Мне вот это вот, то, что я хочу, наверное, такой вот, если у меня будет большой заработок, я вот буду стремиться купить это. Да, желания наши растут вместе с возможностями. А возможностей в современном мегаполисе множество. Особенно для молодой хорошенькой женщины. И Таня, как Алиса в «Стране чудес», смело открывает все двери подряд. Палетик, загорась. Здесь у нас палет. Гордость наша очередица. О, супер. Хотя, конечно, знает, что этот мир не так прост. Просто Кадиллак. Есть такие опасности, которые более скрытые. Там, допустим, ты пришла устраиваться на работу или что-то в этом роде. Тебя так посмотрят. Угу. Ну ладно. И уже твоя карьера будет развиваться лишь только потому, как у тебя отношения будут складываться с вышестоящими, высшей инстанцией. Намеки были? Намеки были. Были. И я это пресекала или просто уходила. Поэтому сменила несколько уже работ. Вот если вот так все это собрать, чтобы помогла я иметь таким образом, у меня было много всего. И было бы, и БМВ, и все что угодно. Но я не хочу такой ценой достичь этого. Стра модная. Бедные всегда, богатые всегда хвастаются. У меня такое золото, в общем, тебе не дам. Продают, продают, продают. Так все продали. А денег вот такой, столбка. Выживание там. Если много будешь продавать, и денег будет много. Нет, зависти у меня нету к богатым людям. Я могу переоценить там хорошую машину. Да, машина, как классно там едет. Как любой другой человек, правильно? Реагирует на красоту определенную. А вот Стас уже в семь лет знал цену деньгам. О, деньги. И, БМ, ограбили меня. Ну, что, это мама, наверное, взяла. Она мне давала, а мама обратно взяла. Угробили человека. Мне 21 год, и я еще буду жить нормально. Еще лучше, чем сейчас живу. Сейчас хорошо живу, и еще буду лучше. Я считаю, что есть люди, которые свои деньги заработали честным трудом, а они на самом деле работают много и упорно работают. А есть, конечно, люди, которые просто себе в карман много чего складывают. Ну, Денис, воровать тоже труд. Они вот воруют, да, главное, спереть два миллиона и сделать вид, что никто этого не видел. Это тоже трудно. Тем более, там вот какой-то предел поднимаешься, да, по этим, грубо говоря, да, деньгам. Да, покупаешь себе БМВ, охрану, еще что-то. И тут же хлоп, у тебя 9 граммов в голове. Свинца. Все. Так, стой пока. Стой, успокойся. А что ты меня булавкой-то пристелил? Я мерочку с него с тебя считаю. Да. Чтобы штанишки не упали. А, иголкой еще колотки. Стас и Денис родились в благопоучной ленинградской рабочей семье. Спустя семь лет ситуация у них резко изменилась. Сначала завод, где работал их отец, закрыли. Затем с отцом случилось несчастье. Скачал, а отцу плохо. Ну, пока там за врачом ходили, он уже вообще дышать там перестал. И врач сказал, что у него это самый инфаркт сердца. На дачу председатель пробитый, мы к нему пришли, он даже машины не дал. Отвезти труп. В морг. А в морг позвонили, эти машины не дали. Ждали там до вечера. До 11 часов. Мама потом приехала. Там у нас автобус. Ходит автобус, там людей возят. От станции до этой, до дачи. Мама его не вела. На похороны мать деньги заняла. Да и само место на кладбище удалось купить лишь далеко за городом. Так, а маме, вы хотите пойти? Хотим. Хотим. Нет. Хотим. Нет. Хотим. Нет. Хотим. Почему ты хочешь? Потому что там хорошо. Нет. А ты почему не хочешь? Там из пистолета стреляют. Я муж там плохо. А мне не направо. Пожалуйста. Пожалуйста. Потеряв мужа, мать решила, что ее мальчикам лучше всего будет в военном училище. Стас и Денис дали все экзамены, но к нашему удивлению не поступили. А вот которые, у которых много денег, они могут заплатить, их там пропускают в Суворовское училище. Заплатишь две с половиной тысячи долларов и спокойно без экзаменов примут в училище. Так братья узнали, что наступило новое время. Но не все можно купить за деньги. Что нельзя? Ага, я думаю, что все. А нет, Денис, на самом деле, как бы, во-первых, друзей, девушку. Например, которая девушка тебя действительно любит, она может и там без миллионов жить с тобой. В семь лет мы спрашивали у них, кем они хотят быть. Строителем. Пылесосом. Денис, тот, который хотел поработать пылесосом, поступил в Академию Макарова и скоро станет штурманом. Стас заочно учится в институте и работает официантом в ресторане с актуальным названием «Буржуй». На берегу, в принципе, хорошую работу найти, если, ну, нету там связи или еще что-то там, где-то папа с мамой не работают. Ну, в принципе, это проблематично довольно-таки. А в море нормально, моряки зарабатывают, получают хорошие деньги. Ты хорошо зарабатываешь? Так, средне. Как у всех. Но больше, чем у инженера, получают. Нормально хоть выбиться в люди там, я не знаю. Никак жить, как у нас 80% в России за чертой бедности. Статистику знаете? 80% живут за чертой бедности. Сколько-то процентов на черте, а остальные только нормально живут. Вот так вот. Скажи, а какие самые большие чивы были? 400 долларов. Это наши дали? Да. Наша Россия. Чигурца. Пока. Ой, какой. Мы всегда воспринимали их, как одно целое. Но в 21 год пути у них начали расходиться. Они еще рядом, как берег и море. Но это уже разные стихии. Где каска-то твоя? Где хамлет твоя? А пока их ждет веселый поселок. Район их детства. Пошли быстрее. Меня подожди. Возьмем в руку, поднимем. Семь лет назад мы заметили там стимуляторы особого рода веселья. Ну, он тут под окном рынок. Там наркоши ходит. Ну, подходит. Парень какой-нибудь. Он говорит, дает деньги, а тот ему дает наркотики. Шарик такой в этой, в следе. Потому что никто не заботится ни о ком. Это милиция вот. Только свои карманы набивает. Не чтобы этих наркоманов сдать в центр наркологический. Они ходят просто, их избивают, деньги у них убирают и все. Сейчас поселок стал еще веселее, чем был. Но братьев никогда не пугала их среда обитания. Вы деретесь? Деремся. Я уже в канаву с водой повалил. Это потом к бабушке пришла мама невомная. Говорю, сам начал драться. И все. Ну, ушли. А вот потом, наверное, идем на пароли. Я сигареты курю. Уфу! Реально, вот один раз от восьмерых брательника отбивал. Один раз меня от пятерых тоже отбивал. Это просто наши друзья здесь живут. И веселят весь поселок. Поэтому это манесло. Понятно. То есть, и они на тебя просто напали? Да нет. И ты на них. Да не напали. Ну, там так, обоюдно. Ну, когда мы разбирались в 75-м отделении, четверых увезли в больницу с пробитыми головами. Все считали, что это мы напали. То есть, вас вызвали, да? Да. Вас не вызвали. Приехали просто и забрали. Их в травму отправили. А нас на ручниках. Там бугай какой-то вылез такой. Все. Здоровый. Не знаю, шкафина. Братильник взял ему голову, пробил разводным ключом. А девчонка, у нее девочка там была, она все убили бедного Саши. У него фонтаном фигачит из башки. У него весь свитер уже. Она сразу же звонить, набирать. Так и повезло всех. Ну ладно, подробности не надо в такие углубляться. А то... Денис, будущий штурман, повидал мир. У него появилось свое отношение к малой родине. Не хотят жить люди нормально, не будут они жить. Что бы кто бы ни делал, все равно, если люди такие есть, все равно так и будет всегда. Если человек свинья, вот он идет, бросил что-нибудь на улицу, и все давай туда кидать. Поэтому улицы все засланы. Это надо менять, просто, ну как бы человека самого менять. Ну ладно, понеслась, да? Ой. По-моему, блаженный Абгустин сказал, дайте мне ребенка в семь лет, и я скажу, каким он будет человеком. Наверное, справедливость этих слов можно будет увидеть спустя годы. Улемент! Незаметно наши герои стали взрослыми. И совсем скоро смогут принять одно из самых важных решений в своей жизни. Ну, для меня он важен. У меня, может, какие-то устаревшие понятия. Хотя сейчас очень многие просто совместно живут, просто как гражданским браком. Ну, мне кажется, это так... Ну, это очень красиво, свадьба, этот ритуал. Ну, не знаю, мне очень нравится. Ты собираешься? Ну, не знаю, месяца через день, да? Не, я шучу. А вот тому же Митша. Кручь, кручь, кручь! Есть кандидатура? Кандидатура? Кандидатура вон. Выйди на мой, все, вся кандидатура. Просто у меня-то еще профессия моряка сложная. Вы снимаете? А Дима уже проверил любовь временем. У меня, да, была девушка, наверное. Ну, и как вы? Ну, и никак уже. Я вошел в армию, там, просто жил определенное количество времени, и все, встал на свои места, как она должна быть. Но чтобы не делать все к лучшему, так она, значит, должна была быть. Сейчас хорошие отношения, общаемся, просто дружеск. Как бы, все нормально. Улыбайтесь! Привет! Когда мне человек нравится, мне какое-то материнское чувство к нему возникает. Ну, вот хочется прям, вплоть до того, что шерфик начать повязывать, там, ботинки проверять, завязаны ли, там, поел ли или нет. Вот. Не знаю, может, так и надо. История жизни любого человека уникальна. Но есть еще уникальные условия, в которые человек поставлен с рождения. Катя родилась в Вильнюсе, в русскоязычной семье. И когда мы начали ее снимать, это был чуть ли не последний день ее пребывания в обычной школе. Катя, как ты сейчас считаешь? Осень наступил. Высохли церкви. Как нужно считать по цепочке? У тебя есть друзья? У меня нет пока таких друзей настоящих. У меня анопланетники и анопланетницы. Она проходила обучение дома. В 14 уже заканчивала школу. Я была учена в японском языке, я думаю, за полгода, но не каждый день. Бит-бай-бит, 15 минут в день или 20 минут в день. Вот. Английский, тут даже французский есть, который я не изучаю. Итальянский вон там. Вот. Потом немецкий. Немецкий, правда, впадли. Сейчас вот это чувство ушло. А тогда как-то казалось, что вот, не могу даже слов подобрать, что вот, вот все, все прекрасно и все будет прекрасно. И вообще вот впереди что-то такое, такое невозможное. И я бы хотела продолжать продвигаться вперед по лестнице жизни. И куда ты по лестнице жизни ходишь? Ну, хотелось бы, конечно, поступить удачно. Конечно, я хочу стать врачом, хочу поступать на медицину. Хочется людям просто помогать, людей лечить, потому что люди в этом нуждаются. Мне сказали так, юридические психологии английские выбирают. Я пошла учиться на психологию. Это был компромисс с мамой. Мне там стало тяжело, я уже оттуда. Я себя чувствовала виноватой, хотя я не знала из-за чего, но... На всякий случай. И я психически была нездорова тогда. И это очень-очень долго потом чувствовалось. И долго я от этого отходила, наверное, года три. И сейчас у меня до сих пор просто бывают моменты, когда я себя чувствую совершенно выжатой. То есть и физически, и внутренне. Подруга у Кати осталась того времени. Не, я пойду в психушку работать. Работать. Нереально хочу в психушку работать. По-моему, ты туда хочешь и так, и так. И за решетку, и вне решетки, как угодно. Но лишь бы там оказаться. Маша рассказывала, там была какая-то женщина, что вообще вроде не узнавала никого. И там она что-то говорила, но... Говорит, абсолютно не в тему. Говорит, так было страшно. Я думаю, так-так, я тоже иногда никого не узнаю. Ну, сейчас мои друзья больше помнят, чем я сама. Ну, потому что просто не хочется вспоминать. И не хочется возвращать это все. Потому что... Ну, что случилось, то случилось. После нескольких лет бездействия Катя опять поступила в институт. Теперь на английскую филологию заочно. То есть опять вся подготовка проходит дома. Тебе не нужно вообще ходить в школу? А вот я не знаю. Конечно, мне вот эта вот система, она мне дает преимущество, некоторое вот это в отношении избытка, который я могу изучить. А, конечно, минус – это нехватка общения. А так, знаете, система называется. Как на Ишака. Нагрузили этой зубрёжки. И вези, сколько у тебя спина выдержит. У тебя есть такой вот момент, что у тебя планка стоит высоко? Сейчас я как-то от этого стала избавляться. То есть, может, может, я просто расту и просто учусь себя принимать такое, какая я есть. И не прыгать так высоко, ну вот, что я уже заранее знаю, что не допрыгну. А раньше, да, это было. Два года назад Катя провела свою первую выставку рисунков. Тема куда, да? Так. Это просто вся серия была под влиянием фильма Фрэнсиса Коппола и его адаптация Дракулы. А ночь, наверное, для меня это такое время, когда душа возрождается. Вообще, мне этот символ вампира очень нравится в том смысле, что им легко выразить. Ну вот это все, все самое темное, наверное, что в нас есть. И одновременно одиночество, отделенность от Бога, от людей, от мира, вообще от всего. Люди, правда, могут любить так, что вот сливаются просто в одно целое что-то. И не разорвать ничем, ни временем, ни трудностями, вообще никак. И вот это вот единство между людьми, оно лечит. Оно лечит зло, оно лечит душевные болезни, душевные расстройства, лечит горе. Ну, все. У Кати появилась любовь. Ей очень жалко, что этот человек живет в другой стране, а сейчас у него денег нет, так что даже неизвестно, когда встретимся. Но я очень большую к нему нежность чувствую. Где он живет? В Румынии. Ты способна уехать? Я думаю, что да, только если я буду знать, что надо мной грубо физически ничего не сделают. То есть не приедут, не засунули в багажник, а куда-то не увезут. Знаете, стыдно говорить, что я этого боюсь, но я этого боюсь. И все равно ты готовишься к побегу? Готовлюсь. Потому что чувствую, что просто я могу пропасть. Семь лет мы спрашивали Катю, какие нравственные качества она знает. Ну, родственные качества. Доброта. Милосердие. Трудолюбие. Усичность. Это все, я говорю, все. Это еще. Доброта. Потом. Ну, а если добрый человек, а ему делают зло? Вот это я не знаю. С этим ты никогда не сталкивалась? Никогда. Я вообще не знаю, что это такое. Скажи мне, пожалуйста, что такое зло? Наверное, просто, когда нет добра. Если Бога, правда, понимать, как любовь и как свет, то, когда человек от этого света отходит, он становится и неспособным любить, когда в человеке не хватает вот этого света, вот это и есть, наверное, зло. У тебя были такие периоды? У кого их не было? У нас, по-моему, в каждом такое сидит, что даже и говорить про это не хочется. Но, наверное, может и хорошо знать, что оно там есть. По крайней мере, тогда хоть можно узнать, с чем бороться-то, собственно. Потому что, если думать, что его нет, оно время от времени все равно выскакивает. Да что ж ты такое? Значит, выскакивает. Еще как. Еще как? Ты такая тихая, все время и никак не могу представить. Знаете, поговорка в тихом ум у тех, кто водится. О Боге уже в семь лет она знала все. Индусы, например, представляются в образе Будды. У древних греков много божьих. У Африки, что в Африке, я не знаю. У христиана Сухристос. У мусульмана Аллах. Вот маленького принца Антуана де Сент-Эль-Зупери. Там вот у пьяницы Бог вино, у дельца деньги, у звезды что-то цифры, у короля власть. Вот так. Но у каждого человека есть внутри свой Бог. Он вот даже предсказывает судьбу на ладони. Вот Бог подсказывает судьбу. У нас было время, по-моему, в прошлом году, зимой. Нам самим было очень тяжело. И у нас вот собака умерла. Очень добрый был пес, еще мучительно очень умирал. У него, по-видимому, рак был. Ну, знаете, глотать не мог. И вот он исхудал, потом он уже кашу даже не мог есть. А потом уже лежал, только и вот смотрел. Ну, вот Максико свечечку. Максико. 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 Let the more, let the more be good and love nature. Нет. Let the more love nature and animals. Как быстро течет жизнь Это витамина С, знаешь, хвоя, в четыре раза больше, чем гигант. Вообще жизнь – это сама по себе такая великая ценность. Это, наверное, самая большая ценность, которая только существует. Это жизнь пусть человека, пусть любого живого существа. Они живут с Катей в одном городе, в Вильнюсе, в одной стране Литве. Наверное, Альгису и его друзьям безразлично, чем был Советский Союз. Лавионским столпотворением, идеологическим экспериментом или империей зла. Но так или иначе, Альгис родился в СССР. И в то время, когда взрослые боролись за независимость, ходил в советскую школу и занимался единоборствами. А семь лет спустя он с оптимизмом размышлял о течении времени. Сейчас веселее проводим время. Одним словом, я счастлив, что прошло семь лет. Я хочу, чтобы у меня было больше прав, и чтобы прошло еще семь лет. И они прошли. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что жизнь идет быстро. И эти семь лет — совсем небольшой срок. Да, может быть, я и рад, что у меня 21 лет. Но у меня уже половина седых волос, и теперь мне уже хочется остановить время. Сейчас самое удивительное время в жизни. У тебя есть девушка? Да, у меня есть девушка. Вы ее видели неоднократно и семь лет назад. Такое постоянство редко встречается. В городе бывает, когда я иду, мне барышни подмигивают, и я им подмигиваю. И в университете тоже очень много красивых барышей. Ты не боишься потерять женщину? Она меня действительно очень любит. И я ее тоже очень люблю. Думаю, что любовь победит. По правде говоря, для меня не красота главная, а любовь не для красоты существует, а любовь для сердца. Когда ему было семь лет, мы спрашивали Альгиса, что может быть дороже денег. Упортежь ядос. А ты пробовал его искать? Бандю. Ну и на шоу. Все, тогда до завтра. Очень жаль, что я бросил музыку, перестал играть. И хотя я думаю, что мне не придется играть, но у меня есть мечта освоить саксофон. Но пока он работает сторожем в гараже. На первом курсе я работал официантом в баре. Сначала, может быть, было чуть-чуть неловко, но потом я увидел, что это абсолютно нормальная работа, и я каждому предлагал бы поработать официантом. Потому что лучшешься общаться с людьми, и, в конце концов, заводишь много полезных знакомств. Со многими барышнями познакомился. Семь лет Альгис удивил нас выбором профессии. 14 его представлений о профессии было рождено окружающей действительностью. Еще не решил что-нибудь в таком стиле – бороться с мафией, кого-нибудь ловить. Когда я уже работал в полиции, я увидел эту систему. Она очень жесткая. Чем ты на более низком уровне, тем больше давления на тебя. Но оружием он владеет. Каждое утро Тамара забирает Альгиса. Почему ты не женишься? Об этом спрашивает и моя девушка. По правде говоря, хотя мне уже 21, один, но я пока еще не чувствую себя созревшим. Не чувствую себя мужчиной. Мужчины более легкомысленно смотрят на жизнь. Может быть, для них не так важна семья, как и всем мужчинам хочется погулять, хорошо проводить уикенды. Она действительно уже хочет со мной жить. Но я ей сказал, для начала я должен заработать деньги для семьи. Но свадьба может случиться и раньше. Семь лет назад родители Альгиса построили этот дом, чтобы он стал фамильным гнездом большой семьи. Конечно, самое тяжелое событие – развод родителей. В 14 лет, когда ты подросток, больше нужна не материнская любовь, а отцовская поддержка. Но так случилось, что родители развелись, и, конечно, мне было очень тяжело. Я тогда и с отцом не очень-то общался, и злился на него часто. Но что поделаешь? Чем дольше ты живешь, тем больше понимаешь, что жизнь такая. И на родителей нельзя злиться. Ну вот, вяжу твой книгу. Шитов, или нет? Отец Альгиса – адвокат и помогает сыну разобраться в правовых тонкостях эпохи перемен. Ну, Брежнево, в Лайку конституцией. Брежнево. Брежнево. О, когда поделаешь текстом? Катер калейду пирма дена. Ну, тетя, ну... Калейду пирма дена аж дирбсю. Тей, антра калейду дена. Ассидом че и спалсином. Ну, ты баиг тубайрис. Таиги, швест рейки. Ну, тиги, швестим при комфиутере. Ну, кокши швентимас при комфиутере. Но живет он с мамой и с собакой. Мне собаку подарили. Сначала я подумал, что она меня съест. Потом я подумал, что мама выбросит нас с собакой на улицу. Но мой пес ко мне привык, и я его полюбил. Прекрасно, Владим, хороший сторож. И я рад, что он охраняет маму, когда меня нет дома. Просто на улицу я его одного не отпускаю. Моя подруга сказала, что кавказскую овчарку просто так отпускать нельзя. Потому что ему каждый враг. Или человек, или собака. Все враги. Он знает своего хозяина, свою территорию. А как к подруге относятся? Ревнует. Альгис перестал заниматься единоборствами. Почему? Сила не в мышцах, а в мозге. Хотя советского в Литве больше ничего не сохранилось, привычка искать лучшей жизни осталась. У нас в Литве большая часть молодежи уехала за границу. Сначала все почему-то ехали в Америку. Сейчас в основном в Англию и Ирландию. Рассказывают, что там не так хорошо, как думали. Там не зарабатывает так много денег, и условия тоже так себе. И есть случаи, когда рэкетом занимаются. Тяжело там. Сам Альгис решил получить образование на родине. Хотя учеба всегда вызывала у него тоску. Ипатинга, и силпна. Ирин. Ар галяту, нет, 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 нет. Альгису галову от организаций, группе и команды, скажем? Субтитры делал DimaTorzok Идея собрать разные народы вокруг одной цели известна с древних времен. Ну, Литва, как всегда, маленькая рыбка. Многие говорят, что Евросоюз ожидает такая же судьба, как СССР, что он не выдержит. Но я надеюсь, что этого не случится. Раньше, может, люди вообще про другие культуры могли ничего не знать. Но, с другой стороны, плохо, что именно сами эти культуры и растворяются. Это натуральный факт, что один человек живет за счет другого. Так что сегодня получается, что те, кто живут хорошо, живут за счет бедных. В конце концов, я лично думаю, что когда у этого бедного мира будет одно оружие, чтобы уничтожить все, то он сразу это сделает. Настолько его это раздражает, что вот эти машины, вот эти богатства, а он, а он, а у него что? У него ничего. У него света даже нет. Родина Ладо, Грузия. В его крови причудливо соединились гены советской политической элиты и всегда оппозиционно к ней настроены, к творческой интеллигенции. Наверное, поэтому на простой вопрос, что он хочет купить, мы услышали... Затем в Грузии были семь лет войны и разрухи. Я помню, когда вот я тут стоял, и там вертолеты летали над крышей, и там стрельба была у телевидения центрального. Ну, в общем, я все видел отсюда, вот с этого балкона, ну, и как там стреляли, там кричали, и все такое. Вертолет прямо над нашей крышей прилетел вот тут вот. Я к этому привык. Это очень плохо, конечно, но это не как заграниц. Вот кто-то стрелял, и в общем, трагедия тут. Спустя еще семь лет мы нашли Ладо в политической столице Европы – Страсбурге. Он, как и Альгис, изучает право, но отношение к этому у него совсем иное. Когда я закончил школу, и вот в 20 пошел, я вот веру в 6 месяцев, я просто счастливый был. Я понял, чем я хочу заниматься в жизни. А в Грузии, это даже если теоретически они тебе дают знание, что вот мы выбрали вот такую теорию для нашей страны, и она не соответствует реальности. Вот это право совсем никому не нужно, и что судьи, там, можно их купить. Видите, это раньше было, может, уже изменилось. Один мой друг, который заканчивает пятый курс юридического факультета, он вообще понятия не имеет, что он учил, и что это за предмет вообще. 14. Ладо вдруг остыл к занятиям теннисом. Нас это удивило. Очень много детей тренируется так, профессионально, но выйдет из них теннисиста только один или два. Поэтому я лучше посвящу это время учебе. Когда ты вот, у тебя хорошее образование, у тебя намного больше пространства для действий. И все-таки в 21 юрист победил художника. Кстати, ты платно учишься? Не, во Франции бесплатно учебу, вот это, думаю, в этом и есть все. Но дело в том, что очень многих выгоняют в этом. Ну, говорят, что право. Да, да, можно сказать и так, но... Да, это, наверное, верно, но дружба с силой тоже есть. Хороший иммунитет выработался у АДО после перенесенных его страной и народом потрясений. Вот в этом районе, вот, где я живу сейчас, там со светом еще нормально. Вот в других районах где-то вот, ну, где-нибудь, ну, не очень близко отсюда, там вообще света нет. Ну, всем очень холодно, отопления нет совсем, можно развести костер в доме, радиаторы всякие вот в каждом углу стоят. Ну, все равно очень холодно, и мы спим вообще вот очень тепло, там, с джемпром и все такое. На несколько лет его домом стало консульство Грузии в Страсбурге. В этой комнате я уже живу где-то два года уже, и, ну, мне так хорошо еще нигде не было, потому что в моей жизни всегда было так, чтобы у меня немного места было. И сейчас я себя чувствую очень свободно. Моя бабушка здесь, моя мама приезжает, и очень много места. И вот это посольство, можно сказать, что вот это часть Грузии, которая существует в Страсбурге. Его бабушка посол Грузии в Совете Европы. Сейчас так говорят, что, наверное, моя семья, наверное, отсюда уедет, и, наверное, я оставлюсь один, и уже надо будет другое место искать. Не, ну, я бы с удовольствием остался бы еще больше, но это не трагедия, потому что я готовился к этому. Когда этого больше не будет, я буду жить здесь один, и эта часть Грузии исчезнет. И проблема, которая возникла, надо будет деньги зарабатывать, но даже сегодня я не могу пойти работать официантом. Это мой круг друзей в Грузии. Всегда считалось, что работать в ресторане или в баре, или вот здесь это неблагородная работа такая, в парламенте работать, или такая, уже знаешь, что вот отец там поведет своего сына туда, и он будет работать там в офисе. Семилетний Ладони подозревал, что в 21 год он будет жить в городе, где количество депутатов, дипломатов, судей превышает все разумные нормы. И о Советском Союзе он будет говорить в прошедшем времени. Советский Союз распался, потому что все хотели быть независимыми. Может быть, это там экономически труднее стало, но я думаю, что каждый грузин сегодня очень гордый из-за того, что мы независимы, и это самое важное. Советский Союз, то, что нас учил, это думать по одной идеологии. Здесь в Европе все разные. Вот ты людей встречаешь, и они все по-своему думают, и в этот и весь интерес жизни. И самое главное, что их понимать, почему они другие, и не говорить, что вот он плохой, и из-за этого его надо уничтожать. А что тебя смущает? Если я человека уважаю, если я его люблю, я должен с ним делиться, мне это, наоборот, доставляет удовольствие. Здесь, в Европе, во Франции, это не так. Люди все думают только о себе. Им очень трудно делиться с предным человеком, они сразу его отвергают. Тут люди себе говорят, что мы лучшие друзья, и когда проблема возникает, этот лучший друг бросает его. Я в себе заметил, что я уже тоже начал думать о своем. Вот этот капитализм у меня тоже воздействовал. Я не так легко отдаю, что-то как раньше. Сейчас у меня немножко маленькие эти, что может, и не надо, или что-то такое. Но я здесь не буду жить чужой. Ну, если я здесь оставлю, может, я стану тоже таким, что вот это мое, и все. Даже если другу нужно, и не это мое. И quoi? Нет, мы не идем в soirée, мы в доме. В доме, 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 в доме. Ну, там собираются все люди, которые приехали из бывших стран Советского Союза, и они собираются вместе по-другому веселяться, по-другому общаются между собой. У них одинаковый принцип. В семь лет мы спрашивали у Вадо, хочет ли он русскую жену. Рус. 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 Языковые барьеры ушли в прошлое. Но появились другие проблемы. Нравились много девочек. И, в общем... Много? Ну, не много, но так, 4-5. Ну, это пока рано о любви говорить, наверное. Честно говоря, я верю в любовь, но она проходит. Эта любовь превращается в ежедневную рутину такую. И все-таки нельзя не заметить, с Вадо произошли большие перемены. Полтора года назад я попал в страшную аварию в Грузии. И я с моим другом был. Мы врезались в дерево. Когда я очнулся в больнице, и там никого не было рядом со мной, я был один в этой страшной больнице в Грузии. Просто страшная больница. Даже кровь не вытерли, ничего. И у меня голова была как у монстра такого. И в бинтах все. И кровь везде. Я думаю, что все уже... У меня лицо совсем, оно все разбито было. Два года назад я очень много друзей так потерял. Они вот в авариях погибли. И у нас ситуация, что вот быстро ездили, все про тебя говорили. Вот там Вадо промчался и все такое. Многие события, которые происходят, это не происходит по случайности, я думаю. Какие, например? Например, когда вот я очень часто вот думаю об этом. Вот когда ты что-то плохо себя ведешь или что-то плохое сделал, сразу что-то с тобой происходит. Вот это я точно знаю. Там что-то падаешь или что-то такое. Я не знаю. Или врезаешься куда-то. Мы снимали ладу во Франции накануне Рождества. Я бы очень хотел вот именно верить, но я не могу сказать, что я верующий человек. Если бы я себе говорил, что я верю, я бы себя обманывал и обманывал других. В 21 истинно уже не кажется такой простой, как и тайна рождения и смерти человека. Зато в 7 лет все просто. Тогда мы спросили у Алены, что она хочет купить. Телевизор. Собачку. Подожди. Вазу. В 21 мы ее застали в поисках подарка мужу. Я не коплю, потому что я вообще не экономна, не могу. Копит муж. Что это, серебро? Ага. Да ну. Но он может отложить и не потратить. А если я отложу, то обязательно потрачу. Потому что не могу. Возьму, все равно знаю, что у меня там лежит. Возьму и потрачу. Ну и красиво. Телевизор закроет. Извини. Но как он все это терпит? Надо опасно. Так и мучиться. Алене повезло. Муж продает мобильные телефоны. Это неплохие заработки в Грузии. Сейчас привоняет вообще. Мы познакомились с ней в городе Руставе. В этой комнате сколько у вас человек живет? Четыре. Ну и кто будет здесь спеть? Расскажи, что так будет. Вот на этой кровати я сплю, вот на той мама, а вот тут бабушка спит. И вам не тесно? Нет. Нет. Семья Алены жила в рабочем общежитии. И нам тогда казались удивительными проблемы с водой. Спустя семь лет у нее появилась сестра. Алена жила с мамой в Тбилиси. И хотела уехать в Турцию. Ну, во-первых, там намного дешевле, чем у нас тут. Ну, вот здесь в некоторых районах света нету, и газа нету, воды нету. А в Турции везде все есть. Но вместо Турции она вернулась в Руставе. И когда мы снимали, было очередное отключение света. Ты работала за эти семь лет? Нигде, может быть. Правда, нигде. Нет, есть, но зарплата мизельная. 50 долларов в месяц. Ну, и что это за работа была? Ну, в кафе. Ну, в кафе. Я бы не пошла ни за что. Почему? Здесь не так понимают. Тем более, если русская. Теперь в Грузии русские – это меньшинство. Хотя язык Алена знает, по-моему, очень хорошо. Русским нельзя много чего делать. Если русскую увидят там, ну, как, правда, что сигареты где-то с кем-то сидят, если даже в парке, то уже все. Но знание грузинского не меняет ее положение. Даже в 14 лет она знала 4 языка. Английский, русский, грузинский, турецкий. Алена живет в городе, специально построенном в советское время для развития промышленности Грузии. Но сейчас многие предприятия закрылись, и работы у людей нет. Ну, основные улицы стоят, холод, дождь, снег, им все равно не стоят, там, кучками. Общаются. Семилетняя Алена была девочкой с амбициями. Тогда нас интересовало, кем же она хочет стать. Врачом. Учишься, деньги плати, да? Потом, значит, диплом брать, тоже деньги плати. И потом сиди дома с этим дипломом в руках. Нигде не устроишься. Поэтому она даже и не пыталась получить высшее образование. Просто так громко сказано, что новая власть, а так ничего не изменилось. Ну, пенсию прибавили на 3 лара, и все. 14 лара, у человека пенсия. Но уже никаких надежд нет на то, что будет лучше. Все хуже и хуже. По улицам, вот, когда стемнеет, уже лучше, конечно, не ходить. Потому что много там воруют, еще и забьют до полусмерти. Я не буду к друзей жить. Ну, отсюда я никуда не хочу уезжать. Вот хотя здесь не свет, я настолько уже привыкла, что не хочется уезжать. Здесь и друзья, родственники, все здесь. Так что, пока здесь. Руставе строили люди, приехавшие с разных концов СССР. Поэтому друзья у Алены разных национальностей. А ее муж, Гела, грузин. Мы спросили Алену о свадьбе. У нее ничего не было, потому что его родители были против. И ничего не было. Почему они были против? Русская. Они были вместе со школой. И, вопреки всему, отношения их прочны. Но в прошлом году они вдвоем пережили большое горе. Их дочка Лиза умерла от врожденного дефекта. Ей было всего 10 месяцев. Врач сказал мне, тот, кто принимал роды, говорит, такие дети, говорит, нежизнеспособные, говорит. День, говорит, два и все, говорит. Мне сказали, оставь ребенка, иди спустись вниз, подпиши в нотариусе, там, кто, что ребенок нежизнеспособный, и оставь, говорит, уезжай, говорит. Когда поднялся, увидел ребенка, плачет голодный, все. Там даже не смотрели вообще за детьми. Да, там не смотрели за детьми, я заметил еще такую картину, вот сидели вот эти, как их называют, медсестры, да, которые, значит, очень много детей были вот с патологиями, с большими, и эти дети плакали, кричали, а они сидели кофе пили, эти медсестры. Я вот эту картину увидел, и я спустился вниз, к юристу, я говорю, не, я ничего не подписываю. Они не оставляли, они в детдом, что направили. Там такие слухи шли в больнице, что если в детдом, могут и на органы взять, и... Они забрали Лизу домой. А несколько месяцев спустя Леон отвезла дочь к врачу в Россию. Когда развернули, показали эту болячку сзади, врач просто смотрел на нее и на моего отца, как на дураков, и, говорит, где, говорит, был этот ребенок раньше, говорит. Только родился, говорит, ребенок, сразу его уложат на операционный стол, и сразу, говорит, убирают это все. Сейчас, говорит, все запущено, говорит. На эхоскописта, да, мы хотели подать в суд, а потом Витя, да, сказал, дядя, его что, бесполезно, говорит, с ними судиться, говорит. Здесь, говорит, вообще нету справедливости в Грузии, так что, говорит. Вы писали вот эти вот уколы, просто, говорит, заберите, говорит, домой, говорит, уже ничем, говорит, нельзя, говорит. Ничего нельзя сделать, говорит. И тоже, говорит, пока он живой, говорит, сбивайте, говорит, температуру и все, говорит, ребенку. Гораздо легче поменять символы, чем отношения к людям. А что думают наши герои? Можно ли изменить мир? Если я бы смирился с тем, что моя Грузия будет всегда, какая она есть сегодня, то я не смог бы с этим смириться. И вообще человек сделан так, что он всегда с надеждой живет. То, что сейчас он стоит в стране, очень тяжело изменить. Политики что-то изменить. Поменять людей, кто там думает. У нас там думающих же много людей. Которые думают не знаю о ком. Есть люди, которые, ну, как о жлобье. Которые, если, не знаю, какие-то там пособия по безработице увеличат, они работать не будут вообще. И даже искать не будут работу. Жестко, мы в точку. На самом деле, можно пару закончиков, конечно, поменять. Ну, там, про пенсию, да, что-то придумать. Вот. Про то же самое минимальную зарплату труда, хотя бы повысить. Да, мне бы хотелось на некоторых людей повлиять. Но мне кажется, иногда я бьюсь просто как об стенку. Я что-то рассказываю, а у них своя точка зрения. Их устраивает эта жизнь. И что-то менять. Ой, ну, перестань. Это уже давно было, это сто лет назад прошло. И даже не слушает. Я маленький человек, причем, ну, в самом буквальном смысле слова. Я человек, которому вот нужна какая-то тихая ниша своя. И может, мне вот просто нужно делать то, что я умею делать. Вот в этом маленьком пространстве я больше добра принесу гораздо. Можешь ли ты повлиять на мир? Может быть, смогу, но не хочу. Зачем мне не влиять? Символ советской власти, кремлевская красная звезда, была видна прямо из окон квартиры Антона. Его дедушка, журналист газеты «Правда», получил квартиру в доме на набережной за работу над Брежневской малой землей. Может, поэтому семилетний Антон имел нетривиальное мнение о том, что происходит в стране. Я думаю, что одни люди думают, что так лучше, а другие думают, что так. И идет борьба. И хотят, чтобы было по-ихнему. И те, и те. И к чему это приведет? Не знаю, к какому-нибудь перевороту, наверное. Потом было семь лет потрясения. Хорошо, что так получилось, что вышли из этого замкнутого круга. Но можно было как-то это провести более спокойно, без всяких танков, без вмешательства в войск. Ну, во всех странах есть разные партии, но и как-то это более мирно проходит. Обычно. У нас вечно все не по-людски получается. В 21 он уезжал из собственного дома. Для нас это было так же неожиданно, как и предсказание семилетнего мальчика о распаде СССР. Я не помню, что тогда думал. Вряд ли сидел и серьезно обдумывал будущее России, потому что семь лет это как-то было бы странно. Мне кажется, что все в лучшую сторону. Раз люди покупают квартиру, кредит, они покупают и в этой стране, значит, они хотят здесь жить. Они стремятся к тому, чтобы уехать в другую страну и там начинается все с нуля. Ты, кстати, никогда не задумывался о том, чтобы уехать? Я задумывался о том, что я никогда не уеду. Не хочу отсюда уезжать. Я здесь родился, мне здесь все устраивает, мне эта страна нравится. Ну, давай, ладно, приедем, позвоним. Ну, что ты прожил в родительском дедушкином доме? Мы, как птенца берегли тебя, надеюсь, что ты дальше полечишь сам и не будешь в жизни стервять никому. Ладно, хорошо. Давай, мы будем там приезжать сейчас. Но ни у самого Антона, ни у его близких нет возможности купить квартиру в кредит. Он решил снять жилье в аренду и что-то поменять в своей судьбе. 14 лет мы увидели его с камерой и спросили, кем он хочет стать. Ну, может быть, журналист, потому что как-то династия такая журналист. Мама журналист, дядь журналист, дядя журналист, двоя родные брат учатся на журналистах. Ну, не знаю. Я просто о ней больше знаю, чем в других профессиях. А так никакого особого желания нет. И все-таки он стал журналистом. И сейчас работает в крупном издательском холдинге. Я думаю, когда закончу школу, я подумаю, кем лучше быть. Вот. Автомобили, я пишу, спорт. Там такие картинки все-таки. Голые девушки. Вдохновляют. Вдохновляют. Любовь называлась одна. А потом маленькие хитрости, путешествия мои, мечты. Ну, все для женщин было, да, женский журнал. Мечты. Да. Все журналисты – это люди, которые за деньги будут писать всю штуку? Нет, никакой нефть. Ну, вот маму у меня никогда не будет, например, или предлагали никогда. Она пишет честно. Есть много честных журналистов. Дед был честный журналист. Ты много работаешь? Просто лениво я люблю не работать. И работать не сложно. Я туда, в общем, хожу с удовольствием, но я с большим удовольствием ничего не делаю, лежу на диване. А может быть, это черта характера русского человека? Может быть, но это не так плохо. Почему обязательно лень – это минус? Может быть, это плюс. Человек плохой очень любит русский. Человек лежит, думает о чем-то своем, отдыхает. Ты поменял школу? А меня из-то и выгнали. Как выгнали? Ну, как выгоняю. Просто. За что? Ну, как? Ну, плохо учился, много прогуливал. Поэтому здесь будет схема, которую прислал про эту корзинку мужик. И будет фотка с арбузными копьями. Наш вот этот форматик понял. А как же деньги и карьера? Я могу как-то больше получать денег. Смотрите, чем больше я пишу, тем больше я получаю. Все зависит от меня. Так, чтобы какие-то долгосрочные там расчеты, чтобы там, я не знаю, через пять лет я стану главным редактором, потом директором Зайского дома, президентом и так далее. Нет. А служить государству? Ну, скажем так, государство у нас плохое всегда было. Страна хорошая, народ хороший. Я страну люблю, а государство нет. Оно жутковато. Мне не нравится, что так упорно возвращает страну к Советскому Союзу. Почему тебе не нравится, что к Советскому Союзу? А смысл был от этого уходить, чтобы к этому возвращаться? Мальчик из дома на набережной теперь не один. У него есть жена Юля. С ней, как и с друзьями, он знаком еще со школой. Нет, они уже... У него теоретические шансы. Все-таки хочется надеяться, что любовь и дружба не находится в такой прямой зависимости с деньгами. Может быть, у каких-то особо богатых людей есть, у каких-то там олигархов. Может быть, есть люди, которые общаются с ними только из-за денег. Но это не мой случай. Я надеюсь, что новые русские – это люди, которые в условиях новой России, они могут в этих условиях развиваться как бы во благо себе, обеспечивая себе какие-то там плюсы. И в том числе стране. Ну, я хочу в это верить. Ну, должно же со временем прийти, что он не будет таких анекдотичных и бандитообразных новых русских из-за анекдотов. А как ты относишься к тому, что, допустим, покупают футбольные клубы, ну, например, Челси? Хорошо к этому отношусь. Почему нет? Единственное, может быть, лучше было бы, если бы он в стране в нашей развивался. Ну, какой-то элемент гордости за то, что вот, наш купил. Ну! Скажи, папа, чем работал? Папа – пилиционер. Папа ко мне по выходным приходит, мы с ним гуляем. Это плохо, конечно. Потому что детям нужно, чтобы папа рядом был. Горя? Ну, наверное, то, что папа умер у меня. Больше остальное сложно назвать горем, только смерть человека может считать горем. Когда-то уже бесили. Так что, наверное, папина смерть. Ну, он себя не очень хорошо чувствовал, у него что-то там болело. Ну, и работу он хотел найти, потому что у него были в последнее время проблемы с работой. Ну, вот мы поговорили, я как раз решил этим более основательно заняться, там, как бы ему помочь. Ну, я говорю, вот, не успел. Так вышло. В наследство от отца у него осталась машина. Теперь он ее решил продать. Было, конечно, сомнение, потому что я, соответственно, машина была и память о нем, да. Но все-таки так и машина такая вещь, которую, по крайней мере, я не могу на данный момент позволить себе там держать гараж автомобиля, только ради памяти или ради чего-то. Новую квартиру Антон снял в отдаленном районе Москвы. В доме с типичной татуировкой на стене начнется их с Юлий семейная жизнь. Я не собираюсь рано жениться, потому что свободу надо побольше. Лет в 30 поближе, что там женюсь, может быть. Посмотрим. Семейная жизнь? Да мне как раз не хочется думать, что у нас прям такая вот семейная жизнь. Просто нам хорошо вместе. Можешь показать, где у тебя теперь жилище? Да, конечно. Мы переехали. Здесь теперь живем. Вот. Это наша теперь единственная комната. Это наша. Это наша. Шкаф, компьютер, музыка, Юльна косметика. Вот так, так и надо. Ура! Более 14 лет мы знакомы с нашими героями. И уже 21 век отсчитывает свое время. Москва из столицы СССР превратилась в столицу России. И наши герои задумываются о том, как будут жить их дети. Но все равно, конечно, желание огромное, чтобы мой маленький парень там играл в футбол, чтобы он на него смотрел, чтобы он там был хорошим футболистом. И я надеюсь, что мое поколение, которое пойдет после меня, что они будут жить в прекрасной Грузии. Наверное, не превращаться в машины. Не превращаться в роботов. Которые как надо. Вот сейчас это нужно, это модно, вот это надо взять, все. Из своего опыта могу сказать, что дети не слушают ни советов родителей, ни то, что родители заставляют их делать. Не знаю, мне еще не столько много лет, чтобы с высоты своего возраста советы какие-то давать. Любите друг друга, цените друг друга такими, какие вы есть. Цените все, что вокруг вас. Просто не принимайте ничего, ну, как задолжны. Катя, кто ощущения? Я надеюсь, что это будут такие люди, которые смогут всего с вами добиваться. Которым не нужна будет никакая волшебная помощь моих пожеланий. Отъезд Димы для нас был неожиданным. Меня провожают лучшие люди. Это самый лучший парень Руслан, это мой отец. В душе, конечно, у меня такой немножко бардак, и тяжело оставлять всех, и в то же время что-то новое, и в конце концов, любовь. Ну ладно, всем пока. Давай, Руслану. Держи. Спасибо тебе. Спасибо. Дима уезжает из России. Он женился, и теперь будет жить в Германии. Недавно он нам звонил и рассказал, что играет в футбол за команду маленького немецкого городка. С этими героями мы встретимся теперь, когда им будет 28 лет. А о том, как выбирает свой путь остальные наши герои, мы расскажем во второй части фильма. Гарен Куша, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok